Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня очень важный день. Я бы также даже сказал, что это исторический день. Сегодня в Афтау, председатель городского суда, вышел на пресс-конференцию и объявил о том, как на него оказывается давление. И фактически его отстранили от должности председателя городского суда, потому что его обвинили, что он и судья, который рассматривал дело Айгуляк-Берды, по сути приняли решение в разрез установкам из Астаны председателя Верховного суда Жакова Асанова. Я хотел бы объяснить, почему я считаю, что это историческое событие, которое существенным образом повлияет на будущее и развитие страны, на переход от авторитарной системы управления в демократический. И это сигнал для многих, что этому режиму наступает конец. И это произойдет очень скоро. Вообще, вы знаете, как устроена наша судебная система. Все судьи назначаются Нусултаном Назарбаевым сверху донизу. Член Верховного суда тоже назначается им. Мы не должны заблуждаться, что 9 членов Верховного суда якобы назначают парламент страны. Это не так. Вся парламентская система под контролем Нусултана Назарбаева. Каждый депутат проходит просмотр личного дела именно в кабинете Нусултана Назарбаева. И каждый депутат лоялен и согласован, и утвержден именно с Нусултаном Назарбаевым. Так вот, когда парламент назначает членов Верховного суда, они все получают установку от Назарбаева. Поэтому все должны ясно понимать, вся судебная система, я же не говорю о правительстве, которых назначает Нусултан Назарбаев, я не говорю о депутатах, не говорю о Акимах. Все в нашей стране назначает на позиции, должности и все прочее Нусултан Назарбаев. Событие историческое именно поэтому. Потому что судьи, назначенные Нусултаном Назарбаевым, отказались посадить в тюрьму, наказать Айгуляк Берды, которая активно сопротивлялась, боролась, оставила свою позицию. Мать четверых детей, мужа, который облаваса посадили, дали три года, отправили в колонию в Атарал. Именно это обстоятельство придает огромный исторический смысл, принятым сегодня, точнее, пятницу решением. И то, что именно сегодня эти судьи, в частности, председатель городского суда, вышел и объявил о том, что происходило, каким образом принималось решение, как его пытались заставить, чтобы он осудил Айгуль Акберды. Он прошел против системы, он пошел против Нусултана Назарбаева. В этом смысле, это первый пример в стране за весь период управления страной Нусултаном Назарбаевым. Мне, наверное, кто-то скажет, что были прецеденты в хозяйственных или других спорах, когда судьи принимали то или иное решение, они соглашались со своим руководством. Наверное, кто-то вспомнит и разные судебные дела. В Алматы были, когда затем судеб, тем не менее, наказывали за то, что не исполняли указания сверху. Я хочу вам сказать, да, были такие ситуации, но эти дела не были никак не связаны с политическими приговорами. Дело Айгуль Акберды и ее мужа Аблаваса – дело политическое. Вы все прекрасно знаете, что Аблаваса судили за поддержку демократического выбора Казахстана. Что Айгуль Акберды обвиняли, что она поддерживает программу демократического выбора Казахстана, и якобы она хотела свергнуть этот режим. То есть это дело политическое. И за 30 лет нахождения у власти Назарбаева не было такого, чтобы политическое дело, когда тайные организации или человек воспринимались нынешней властью как покушающие на государственную власть, которые хотят изменить действующий режим, а это именно политическое дело, политическая оценка. И вот когда на такого рода дела поступали указания сверху, еще не было в стране ни одного примера, чтобы судья не воспрепятствовал. Обычно судьи всегда поддерживали решение в пользу на султан Назарбаева и выполняли все указания, когда дело касалось политических дел. Поэтому я хочу сказать, что эти судьи, которые приняли решение, полностью оправдали Айгуля Акберды, я скажу открыто. Это наши национальные герои. Это национальные герои в судебной системе, не просто в судебной системе. Они выполнили свой гражданский долг и дали пример всем тем, кто служит на султану Назарбаеву, работает в правоохранительной системе, работает в судебной системе, работает в армии, находятся на высоких постах. Эти судьи дали пример. Я считаю, пример очень важный для нашей страны. Это переломный момент. И вы должны понимать, что именно поэтому эти судьи подвергнутся массированному давлению со стороны режима на султана Назарбаева. Вы сегодня в этом сами, наверное, убедились. Когда судья собирался давать пресс-конференцию в отеле, вы видели, что им не дали эту возможность. А когда они вышли, решили дать пресс-конференцию на улицу, в это время подъехала группа полицейских, две машины с решетками, автозаки, куча полицейских, спецназов и так далее просто скрутили людей и вывезли. И при этом люди не организовывали ни митинг, ни акции, какие-то протесты, ничего. Вот так без церемоний, нагло полиция сработала именно потому, что в Астане сейчас паника. Сам Нусултан Назарбаев и его окружение понимают беспримерный героизм, который совершили сегодня судьи, заняв позицию против Нусултана Назарбаева, потому что эти политические решения против Айгуля Берды, они должны были быть исполнены для того, чтобы защищать этот политический режим. Я знаю, что сейчас средства массовой информации пытаются очернить судью, обвинить в том, что он якобы не заплатил каким-то строителям. Вы все должны знать простые вещи. В четверг вышло судебное решение по Айгуля Берды, а в пятницу заседала дисциплинарная комиссия, которая отстранила вот как раз этого председателя суда Ахтал. Вы видите такую связку? Вы должны понимать. За такие нарушения нашей стране никогда судей не отстраняли, что якобы он кому-то что-то не заплатил и с кем-то грубо разговаривал. Где вы такое видели? Судьи у нас беспредельничают, берут взятки миллионами долларов, и никто их не трогает, потому что они в этой политической системе делятся, выполняют грязные приказы, и за то, что якобы он там ругался по телефону с кем-то, якобы сказал там несколько миллионов тенгеней заплатит, вы сами понимаете, это ложь, и это не может быть причиной отстранения судьи от его должности. Причина одна. Они не выполнили приказ Ахарды и не осудили Айгуль Акберды. И что бы ни говорил теперь режим Султана Назарбаева, мы должны просто все это отметать и говорить это ложь. Я совершенно совсем недавно говорил, что из себя представляет нынешний президент, фиктивный президент страны Султан Назарбаев. Я помнится говорил, что это жалкий старикашка. Многим из вас он кажется могущественным, который облечен властью, летает на огромных самолетах, ездит с мигалками, окруженный полицией, ему подчиняется кажется большая армия, кажется большое количество полицейских, но вы задумаетесь, так ли это? Вот представьте себе, что полицейские прекращают исполнять приказ на Султана Назарбаева, так, как сделал этот судья Бахтау. и он один, там еще двое судей женщин отказались исполнять приказы Нусултана Назарбаева, они отказались осудить женщину, мать четверых детей и обрекать их на голодную смерть. Вот представьте, начнут делать то же самое полицейские, когда Нусултан Назарбаев даст им команду, и они откажутся исполнять его приказы. Представьте себе, что спецслужбы Комитет Национальной Безопасности займут позицию судей и тоже откажутся исполнять приказы Нусултана Назарбаева. Представьте себе, что охрана откажется его охранять. Представьте себе, что летчики, которые осуществляют полеты Нусултана Назарбаева, откажутся управлять самолетом и перевозить Нусултана Назарбаева. откажутся, потому что они не хотят работать на этого предателя национальных интересов, на этого мафиози, на этого преступника, который мы должны посадить в тюрьму. Каждый в нашей стране знает, что Нусултан Назарбаев и его ближайшее окружение они воры, которые десятилетиями грабят страну. И почти основная часть населения принимает это, терпит, оправдывает они обращаются к нему и говорят на реке, слушай, мы понимаем, ты уже столько лет воруешь, но неужели ты не наелся, ну помоги хотя бы немножко народу, немножко. Вот что они говорят, то есть эти люди готовы простить его преступления против народа, эти люди готовы на то, чтобы пусть Нусултан и дальше ворует, ну пусть чуть-чуть поделится с народом. Вы понимаете, что произошло с нашим народом за 30 лет управления страной Нусултаном Назарбаевым? Он разложил наш народ. Наш народ стал терпеливым, пугливым, именно потому, что наш народ молчит, он стал беспомощным, он ждет помощи от Аллаха, он ждет помощи от ООН, он ждет помощи от Запада, он говорит, что пусть в России произойдет революция, тогда и у нас упадет этот режим. Наши люди даже говорят, наверное, киргизы нам могут прийти, наши братья и помочь. Что сделал Нурсултан Назарбаев с нашим народом? Наш народ стал испуганным, он прекратил верить в свои силы. И вот судьи показали, что они могут противостоять, они дали пример всей государственной системе, что если каждый из тех, кто работает на Нурсултана Назарбаева займет позицию и скажет нет, и вы увидите, Нурсултан Назарбаев не найдет дорогу в туалет, он настолько беспомощный, что он даже в туалет ходит, когда ему охранники показывают, как туда пройти. Он никто, он жалкий старикашка, и мы это можем сделать, мы это можем сделать, если мы откажемся сотрудничать с ним. Когда героев мало, когда их единицы, именно тогда те люди, которые поддерживают Нурсултана Назарбаева, а их тоже не очень много, но их больше, когда выходят единицы, именно тогда они могут расправиться с этими единицами, с этими единичными героями, с теми, кто не готов мириться. Именно поэтому мы говорим, что мы должны объединиться и выйти на массовый протест, именно тогда полиция будет с народом, армия будет с народом, именно тогда мы добьемся своих целей, задач мирным путем, как это произошло в Армении. За 30 лет нахождения у власти на султана Назарбаева у нас практически каждый человек так или иначе сотрудничал с этим режимом. Учителя, которые ходили и подделывали бюллетени голосования за ту маленькую заработную плату, они совершали преступления даже по законам, которые существуют при Насултане Назарбаеве. Подделка протоколов и их фальсификация наказывается многолетним лишением свободы. Даже по законам Насултана Назарбаева. Дача взятки, получение взятки и масса всего прочего, которые многие из вас делали, потому что считали, что это нормально, потому что считали, что так дешевле отделаться. И таким образом Насултан Назарбаев поразил всю страну коррупции. Практически каждый человек так или иначе участвовал или соучаствовал в этих нарушениях или преступлениях. Поэтому я знаю, что найдутся люди, которые будут говорить, да, эти судьи, они вчера работали на систему, да, они где-то что-то подмахивали, да, они где-то что-то нарушали. Я хочу сказать, это можно сказать практически по каждому человеку, который проживает в Казахстане. потому что за 30 лет мы не видели никого во власти, кроме Насултана Назарбаева. Именно он обещал нам перестроить другую страну. Именно он вверг страну в нищету. Именно он коррумпировал всю страну. Поэтому когда кто-то будет говорить негативное про этих судей, я скажу следующее. важно то, что они перешли на сторону народа. Почему на сторону народа, вы скажете? Потому что они отказались исполнять приказы Насултана Назарбаева, потому что они поддержали народную героиню Айгуляк Берды и не выполнили приказ и не осудили ее. Они перешли на сторону народа. Когда на сторону народу начнут переходить полицейские высокопоставленные рядовые офицеры самого разного звена, когда на сторону народа начнут переходить представители спецслужб, я призываю вас не вспоминать, не осуждать какие-то нарушения, которые возможно они где-то совершили. Нам важно построить новую страну. Нам важно, чтобы эти люди перешли на сторону народа. Нам важно победить. мы безусловно накажем тех, кто особенно сильно старался и совершал преступление вместе с султаном Назарбаевым. Я не случайно говорю, это буквально около двухсот человек, особо преданных, особо негодяев, вроде Косымова, который участвовал и давал приказы в расстреле с Жаном Зенцем в 2011 году. Но мы не должны охотиться за всеми, охотиться за ведьмами, потому что мы так к победе не придем никогда. Потому что эти люди, они будут стоять рядом с султаном Назарбаевым и организуют сопротивление, и мы понесем огромные потери. Да, этот режим в конце концов впадет, у него нет перспективы, но я обращаюсь к вам с призывом поддержать этих судей, поддержать постами, поддержать видеоэфирами. Сейчас после меня будет выступать Жанна, она будет говорить о материнских протестах, о протестах 27 февраля. Я думаю, она лучше, чем я, расскажет, в какой форме нужно организовывать поддержку судям, которые сказали нет режиму Назарбаева. Я хочу вам пример еще раз напомнить Сайгуляк-Берды. Посадили ее мужа, но она отчаянно сопротивляла, четко отставила позицию, она боролась, она получила вашу поддержку, вы ей перечисляли деньги, оказывали разную роду помощь, материальную, психологическую, подключились к ее защите международной правозащитной организации, чтобы вы понимали дело Сайгуляк-Берды рассматривалась в Европарламенте. Именно ее стойкость, четкость, ясная формулировка мысли, она и в суде. Когда ей угрожало тюремное заключение, не менее пяти лет, она сказала, я поддерживаю программу демократического выбора Казахстана. Это сделала женщина, уязвимая, у которой было четверо детей несовершеннолетних, которые оставались фактически одни, без материальной поддержки, потому что единственный кормилец облаваз был посажен в тюрьму, она не работала, и в этих условиях она заняла жесткую позицию. Она сказала, я поддерживаю ДВК, я не совершала преступления, это вы сфабриковали уголовные дела против меня и моей семьи. Немало людей, которые не выдерживают давления, я не хочу их осуждать, но я показываю пример Айгуляк-Берды, когда человек стоит, он получает серьезную поддержку от общества, международную поддержку, и вы увидели на прошлой неделе в четверг, когда Айгуль поддержали судьи. Вот что значит один человек, может быть, один человек противостоять, потому что когда один человек выходит и говорит нет, к нему присоединяется второй, и через какое-то время нас таких упрямых, сильных, настойчивых становится десятки тысяч человек. Так падают режимы. Так мирно, без единого выстрела сменился режим в Армении в апреле прошлого года, и мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы можем добиться того же самого, что произошло в Армении. Вы посмотрите, что происходит по всей стране, как разворачиваются материнские протесты. Вы посмотрите, в Казларде это такой регион, где народ в целом не выражает свои эмоции, чувства, никогда жестоко и жестко не выходили против власти женщины заполнили весь зал. Они возмущались, активно выражали свой протест, даже у зама Акима области вырвали микрофон, не дав ему говорить даже. Пример Айгуль Акберды фактически он очень важный для всей страны. После сопротивления, именно беспримерного сопротивления женщины и матери четырех детей, к этому сопротивлению подключились женщины по всей стране, к этому сопротивлению подключились судьи. И нам важно поддержать наших женщин 15 февраля, поддержать своим присутствием, помочь вместе с ними участвовать на этих встречах и усилить их позицию. Нам важно поддержать судьи, нам важно поддержать всех тех, кто перейдет на сторону народа, и тогда именно в этом году произойдут ключевые перемены, которые ждет вся страна. Еще раз я обращаюсь к вам с призывом. Каждый из вас в состоянии сопротивляться, каждый из вас это сила. Присоединяйтесь к сопротивлению Айгуля-Гберды, поддержите судьи, выходите на акции протеста, присоединяйтесь к женщинам 15 февраля, участвуйте в акциях 27 февраля у партии, у офисов партии Нуратан. И так мы добьемся перемен в этом году. Сейчас я предоставляю слово Жанне Ботта, чтобы она рассказала о ситуации в регионах и подробнее рассказала о материнских протестах и озвучила наши текущие дела. Жанна, пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Я вас всех сегодня поздравляю. Я тоже очень рада тому, что произошло. Я понимаю, что будут репрессии и, конечно, нам всем надо будет бороться, надо будет мобилизоваться и прийти на помощь всем этим судьям. И, тем не менее, это большая радость, большой прорыв, поэтому я всех нас сегодня поздравляю. я бы хотела немного добавить. У нас есть и третья судья, мы ее везде упомянули, поскольку в пресс-конференции, которую распространили правозащитники, наши наблюдатели из Европы, на этой пресс-конференции судья Кинжалиев сообщил о третьей судье, ее зовут Марит Ковраева, и фотографии у меня на странице в фейсбук выставлены. И я хочу объяснить, откуда эта женщина. А пока у нас мало информации по ней, но мы точно знаем, что тоже в этом году был ей вынесен оправдательный приговор в отношении Азера Гулиева. Это азербайджанский парень, который приехал в Актау, и его обвинили по сфабрикованному делу, обвинили в тяжком преступлении. Но в зале суда не смогли предоставить ни одного доказательства. Вы знаете, что ни один оправдательный приговор не может пройти просто так. И вот Ковраева взяла на себя, видимо, тоже вот такую ответственность. В результате она тоже сейчас попала под преследование, и парень этот, к сожалению, его не смогли отбить, он сейчас находится тоже в зоне, ему дали срок 6 лет, и, к сожалению, этот азербайджанский парень остался в Казахстане, его жена Эмма Гулиева, на нее тоже было сфабриковано уголовное дело, она так же, как Айгуль, за него борется, если вы помните, было много публикаций, в итоге Эмме пришлось бежать обратно в Азербайджан, и вот она таким образом тоже за своего мужа воюет, как может. Поэтому вот у нас есть такая короткая история про судью Марит Ковраеву, мы ее, конечно, обязательно поймем, что и какое участие ее было, почему судья Кинжалиев просил ей тоже предоставить защиту и поддержку со стороны правозащитников европейских. Это все впереди, нам предстоит все это выяснять, но уже сегодня у нас с вами есть однозначный результат, который невозможно оспорить, подвергнуть сомнению. В отношении Гуляк Берды был вынесен оправдательный приговор, и это впервые в истории Казахстана оправдательный приговор по политической статье. Поэтому этим мы уже можем гордиться и понимаем, что этого уже не отнят. Другое дело, что даже за этот приговор придется бороться. Поэтому мы и сегодня развернули такую большую борьбу за наших судей. на самом деле пример Айгуляк Берды действительно послужил большим примером для многих женщин, которые сейчас в чатах кипят, бурлят, очень много чатов создано, в которых женщины решают вопросы именно многодетные матери. И я часто вижу в переписках у них вот эти слова о том, что Айгуляк Берды оправдали, значит, справедливость есть, нас женщины не тронут, мы матери и так далее. И правда, люди всегда хотят надеяться на лучшее. Но просто эти женщины, они далеки, видимо, от борьбы, и они плохо понимают, что Айгуляк Берды оправдали. И это решение далось судье Кенжалиеву, судье Гульнар, который Байтурова, который выносил решение в отношении Айгуль, тоже, потому что народ активно, много и яростно защищал Айгуль. И Айгуль сама себя защищала, но и народ защищал. И поэтому сейчас, когда общество уже научилось это делать, конечно, каждая женщина, которая, не дай Бог, попадёт под преследование, её будут защищать. Мы с вами видим, как сейчас у нас мужчины защищают Кунсулу Исабаеву, которая в Астане выступила активно. Несколько раз она попала на камеры в разных ситуациях и везде очень горячо выступала. В итоге всё закончилось тем, что к ней стали приходить полицейские, стали ей угрожать и так далее. И парни вышли на её защиту. Это вот сейчас таким образом общество консолидируется и понимает, что нельзя отдавать женщин на растерзание этому режиму. Точно так же, как нельзя сейчас отдавать судей на растерзание системе этой. Поэтому мы понимаем, что раз уже такой накал идёт, я убеждена, любой человек, который сейчас, любая женщина, которая сейчас подвергнется репрессиям, на её защиту встанет всё общество. Именно поэтому власти с нами считаются. Именно поэтому власти идут на какие-то встречи и предлагают эти встречи проводить. И пока ситуация ещё более-менее на стороне народа. Я хочу сказать, что в наших женских чатах идёт активная, очень активная жизнь. И несмотря на то, что огромное количество провокаторов заходят в эти чаты и пугают и ДВК, и пугают и ваххабитами, и кем только они не пугают, естественно, КНБшниками и прочими пугают. Они пытаются этих женщин сломить, поссорить, они пытаются их разобщить и так далее, запугать. И тем не менее эти женщины из чатов не уходят. Почему? Потому что у них это единственная надежда. Таких чатов создано очень много. Я не знаю, сколько я в состоянии видеть, то есть определённое количество чатов мне прислали, я туда захожу, смотрю, что там происходит, и я понимаю, что везде одинаковая картина. И сейчас вот эти женщины, они настроены очень решительно. 15 числа во всех регионах страны, практически во всех уже обозначились эти женщины, активистки, будут они выходить, выходить они будут к своим администрациям, то есть это к Экиматам. В 10 и в 11 утра разное время везде идёт, и они будут туда идти для того, чтобы встретиться с местной администрацией. Вот там будут опять озвучены некие требования. естественно, чтобы этих женщин там не раздавили, не растоптали угрозами и прочими вещами, нужно туда идти, нужно туда идти, поддерживать их, приобщаться к их требованиям, быть активными и поддержать их вот всеми силами, сколько у нас только есть. Поэтому я нашим активистам хочу сказать, во-первых, в социальных сетях и оффлайн. Всем этим людям надо приводить вот этот большой пример. Это серьёзный пример, та победа, которая есть у нас сегодня. Мы радовались очень сильно за Айгуль. Сегодня мы радуемся, что у нас появился судья, сторонник на нашей стороне, судья и не один, их трое. И надо этот пример приводить, надо людей вдохновлять, потому что никто, кроме нас, эти шаги делать не будет. Нам никто не будет переставлять ноги. Мы должны идти сами. И вот эти женщины, которые собрались идти, делать эти шаги, они нуждаются в нашей поддержке. Я ещё раз говорю, что 15 числа во всех регионах постараются выйти. Прямо сейчас, уже сейчас, всех запугивают, всем пишут страшные сообщения, всевозможные там кэнбэшники, тролли и так далее. Это всё будет происходить, мы никуда от них не денемся. Наша задача делать своё дело, поддерживать этих женщин, говорит, что поддержка у них будет и юридическая, и правозащитная поддержка будет, и поддержка общества самое главное. Полгода назад, когда нас очень сильно гоняли, вспоминайте март, первые наши разгоны, когда нас с голубыми шариками разгоняли, а потом вспоминайте май, когда начались аресты, репрессии массовые, когда людей начали по уголовным обвинениям преследовать. Вспомните, как часто в нашем чате задавался вопрос, где взять смелость, как избавиться от страха. Вот смотрите, сегодня у нас живые примеры, люди, которые преодолели. Они пока одни в поле войны, одни. То есть этот судья на сегодняшний день, он один в поле войн, за ним стоят две женщины. Это очень сложно. Вот этот страх он преодолел. Причем он знает, что он преодолел, он знает, на что он пошел, он отдает себе в этом отчет, и тем не менее он это сделал. Это для нас вообще очень серьезный пример, и естественно мы должны ему следовать. Так вот сейчас к этому суде, считайте, приобщается огромная армия женщин, и даже вперед его они вышли, и их становится с каждым днем больше и больше, и наша задача быть среди этих людей, поддерживать их, помогать им, учить их. Люди эти не знают, как сопротивляться, они не знают, как общаться с полицией. Это мы в нашем чате за год научились многому. Эти женщины не знают, их надо всему учить, им надо помогать. Я прошу наших активистов делать это аккуратно, не надо никого агитировать, вступать в ДВК и так далее. Если люди боятся, они должны созреть для таких решений сами. Кроме того, не надо забывать, что мы инициировали акцию с памперсами. И вот 15 числа памперсы наши будут очень уместны. Мы 15 числа этими памперсами как раз таки покажем, что несменяемый режим Нурсултана Назарбаева, 30-летний режим Назарбаева в первую очередь ударил по детям. В первую очередь ударил по обездоленным семьям. И мы не можем сегодня стоять в стороне. Именно мы пойдем и будем участвовать в этих встречах и показывать, что режим Назарбаева донес самый больной удар, самый тяжелый нашим детям. Такой сильный, что они гибнут от разрухи, от неустроенности, от болезней, от невозможных условий жизни. Наши дети стали гибнуть. Самое время взять нашу акцию, реализовать, начать реализовывать 15-го числа, там, где женщины будут выступать и так далее. Вы знаете, что международное сообщество регулярно публикует всевозможные рейтинги жизни, жизненного уровня стран. И в этих рейтингах, вы знаете, мы везде плетемся в последних местах. Мы на последних местах по уровню коррупции, мы на последних местах по качеству жизни, мы на первых местах по количеству суицидов, разводов, болезней. Мы на первых местах по страшной экологии, мы везде в хвосте плетемся по свободе слова и так далее, правам человека. Вот эти все рейтинги, вот эти все места в первую очередь отражаются на наших детях. Когда мы смотрим на рейтинг и понимаем, что 56% нашего дохода уходит на то, чтобы купить продукты, и остальная часть уходит на коммунальные и прочее, мы понимаем, что мы обездолили детей, что мы забрали у них кусочек радости детства, мы не можем дать им лишний раз какие-то сладости, фрукты, витамины, праздники, хорошую одежду, хорошие условия жизни, качество жизни, мы не можем это все дать нашим детям. Вот об этом надо задумываться каждый раз, когда мы видим эти рейтинги. Поэтому, когда мы пойдем с памперсами туда, мы должны об этом говорить и помнить, что сегодня несменяемый режим Нурсултана Назарбаева за 30 лет. Он привел нас именно к этим рейтингам, но в первую очередь от них страдают наши дети и в большей степени дети в многодетных семьях. Когда мы смотрим вот в этих чатах идет переписка какая, мы понимаем какая там царит ужасающая бедность. Вот ради этого нам всем надо им помогать. Ходить надо, давайте договоримся, что если мы хотим поддержать и не знаем куда идти, у нас нет точной информации, значит мы должны идти к зданиям администрации, значит мы должны идти, вот допустим в в Акиматах в Астане собирались в конгресс в холле женщины, наверняка они там и будут собираться, но я буду уточнять, мы будем эту информацию обязательно в чатах еще распространять. Но в основном все собираются идти именно в Акиматы, именно туда, где расположена администрация городов. Например, Павлодар собирается 14-го числа в 11 часов утра. Я больше чем уверена, идет активная ватсап рассылка, идут сообщения не только ватсап, идут в фейсбуке, идут в инстаграм, в других социальных сетях. Я прошу вас следить за этим. Более того, я прошу админов сообщать прямо в чат, где, в каких городах, куда собираются идти матери и где и во сколько будет что происходить. Потому что вот поскольку это не нами, инициировано, не мы делаем это мероприятие, мы не можем его контролировать, но мы можем проконтролировать те сообщения, которые идут в различные чаты. И я очень прошу всех внимательно мониторить и сама буду принимать в этом самое активное участие. И первая информация, которая будет приходить, мы будем сюда сообщать. Наша задача консолидироваться и быть там. Также я еще расспрошу всех активистов наших, если вы получаете какую-то информацию, если к вам приходят какие-то видео, какие-то аудиосообщения важные, пожалуйста, пересылайте к нам. Мы всегда можем из чего-то смонтировать ролик, информационное сообщение и так далее. Это все у нас есть ресурсы распространять это, это все будет быстрее услышано, если мы начнем это распространять на наших ресурсах. Я вижу сообщение по Астане 10 утра в Конгресс холле 15 числа. Пожалуйста, давайте будем запоминать вот эти вещи и начнем вот хотя бы Астана и Павлодар у нас уже есть точные сведения запомнимых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы знаете, я уже это объясняла, давайте я еще раз быстро, коротко объясню. С Ренатом Кибраевым у нас все понятно и однозначно. Ренат Кибраев работает на Комитет национальной безопасности. Да, на его канале появляются иногда ролики, которые в пользу народа. И, допустим, он там уровень бедности и так далее, что там может делать, какие-то материалы информационные. Но всегда, когда касается того, чтобы отработать на стороне режима в важных вопросах, именно для дискредитации, вот, например, конкретно для дискредитации ДВК, он там. И, если вы помните суд Осета Нуржиубая, Ренат Кибраев появился на последний день, то есть, такой длинный был процесс. Он появился в тот день, когда Осет Нуржиубай читал своё раскаяние. То есть, Рената туда отправили выполнить задание. И потом именно Ренат стал тем источником главным, который распространял всю эту дезинформацию и людей вводил в заблуждение и так далее. И в итоге именно Ренат Кибраев поступает, знаете, каким образом. У меня есть переписка, я не хочу её выкладывать, потому что по этой переписке Кибраев и Осет Нуржиубай они поймут, с кем они переписывались и так далее. С очень многими людьми эти двое ребят сейчас переписываются в личке и стараются их как бы там я не знаю в чём-то убедить. Например, были переписки такого характера, что не надо бояться, вот он писал Осету, например, Кибраев, что не надо бояться раскаиваться, что в этом нет ничего особенного, что он тоже раскаялся и так далее. В итоге Осет полностью перевербован. И мы, если не хотим, проблем, потому что у этих ребят они всё-таки ходят в чате, они общаются с некоторыми из вас в личке, от чего я хочу всех предостеречь. Пожалуйста, не общайтесь с ними в личке. И по каким-то косвенным признакам они могут вычислить наших сторонников. Я знаю точно, что именно по косвенным признакам вычислили нашего админа Эйнштейн, и именно потому что шла переписка и так далее, и вот наша девочка пострадала. И я всех прошу, перестаньте с ними переписываться. Это эти люди перевербованы. Возможно, когда-то они будут раскаиваться, но сейчас они наши враги. Сейчас они на стороне режима. По поводу стороны режима. Вот смотрите, вот этот судья Кинжалиев, Малик Кинжалиев, он перешёл на нашу сторону, но долгие годы он работал на стороне режима. Мы все это должны помнить. Это значит, что к нему обязательно будут прилетать какие-то обвинения, будут что-то предъявлять и так далее. Но мы с вами, когда говорим, что перешёл на сторону народа, мы понимаем, с какой стороны человек перешёл. Мы точно знаем, что он перешёл со стороны режима. Значит, принимая его здесь, принимая вот этот его поступок, понимая, как многое он сделал для страны, мы обязаны эти вещи не то, чтобы забыть, но мы обязаны хотя бы не упрекать. И мы обязаны хотя бы сейчас оставаться едиными и помогать всем остальным сделать такой же выбор. Если мы будем всё время вспоминать и говорить, вот он там в одиннадцатом году что-то сделал, я вон там в таком-то году. Значит, мы должны требовать от него, как от самих себя. Значит, мы должны с этих людей спрашивать, как самих себя и говорить, что ты же был наш, почему ты вот тогда писал так-то. Нет, мы должны помнить, что эти люди были на стороне режима. И помнить это мы будем каждый раз, когда кто-то будет переходить на нашу сторону, мы будем понимать, с той стороны перешли на нашу. Это очень важно, это гораздо важнее того, что было в одиннадцатом году. Поэтому я всех вас прошу, апеллируйте грамотно, не позволяйте уводить этот поступок в сторону, не позволяйте закидать этих людей камнями, нельзя оставлять один на один с системой судей, нельзя их оставлять. Наших судей сейчас надо выручать. И я всё-таки призываю, давайте мы сделаем челлендж. Во-первых, нам нужны обязательно челленджи по матерям, нам обязательно надо говорить, что мы их поддержим, что 15-го всё это будет. Во-вторых, нам обязательно нужны челленджи и флешмобы по нашим судям. Смотрите, какая активность. Вот сегодня у нас активность радостная, мы не успеваем публиковать события, которые нас действительно вдохновляют. Согласитесь, все эти события они вдохновляют. Это говорит о том, что в стране начались перемены. Поэтому, чтобы закрепить это, чтобы развивать это, чтобы кто-то ещё пошёл за нами, мы должны бесконечно эти события объявлять, рассказывать, поддерживать, держать это всё в градусе, чтобы люди приобщались, чтобы люди к нам тоже переходили на нашу сторону. На пикеты можно выходить и на пикеты. У нас сегодня вышел на пикет Асхат Демократ, вы видели, да? Это человек, который не поддерживает ДВК, иногда пишет что-то не так про нас. Но, тем не менее, у него есть позиция гражданская. Он вышел, провёл пикет в поддержку политических заключённых. Не все сегодня поддерживают ДВК, не все осмеливаются поддерживать ДВК, можно сказать точнее. Я знаю огромное количество активистов сегодня, которые не поддерживают ДВК открыто, но они молчат, они смотрят, наблюдают за нашими действиями, но в какой-то момент они обязательно будут на нашей стороне. потому что мы двигаемся в правильном направлении. Мы единственные, кто делает это организованно, последовательно. Мы единственные, кто даёт чёткие программы, показывает, каким будет наше будущее. Мы единственные, кто точно задаёт политическую повестку на смену режима Назарбаева на демократический. Поэтому за нами в любом случае рано или поздно пойдёт весь народ Казахстана. Все вот эти пустышки, все вот эти выскочки, которые сегодня пытаются имитировать оппозиционную деятельность, они все пропадут, они все падут как старые листья. Поэтому наша задача держаться постоянно в строю, постоянно быть вместе, постоянно быть в движении и идти вперёд только. Просто я хочу сказать, что раз у нас люди выходят на пикеты, кто-то тоже может выходить из наших. Одиночные пикеты так или иначе максимум наказывают административным преследованием. И сегодня выйти на пикет с плакатом с изображением наших судей, с изображением наших матерей, Айгуляк Берды и так далее. Я считаю, что такое реально в Казахстане это можно делать. Поэтому если мы хотим поддерживать эффектно, эффективно и массово, нам действительно надо научиться не только онлайн делать какие-то флешмобы и так далее. Надо выходить ещё и на улицу, привыкать и к этим акциям. я хочу сказать, что действительно режиму очень страшно. Вот нам отсюда, да, мы всё-таки находимся за границей. Для нас немыслимо, что, допустим, в Киеве отключат интернет, да, то есть это делают только наши враги, вот те, которые за нами следят и так далее. Так вот, смотрите, весь день у меня от уведомлений звенел компьютер, просто звенел, от уведомлений в Фейсбуке у меня звенел компьютер. Вы видите, сколько у нас там публикаций на моей странице, понятно, что всё время идут уведомления, огромное количество репостов, лайков, комментариев, просто весь день эта тема, она очень востребована была и весь день звенели репосты. И вот я сейчас захожу в Фейсбук и там вообще тишина мёртвая, потому что у вас отключен интернет. И по этому признаку можно понять, как власть нас боится. Вы представляете, просто ни одного уведомления нет мёртвый интернет. Я всегда в такие минуты понимаю, что вас отключили. Мою страну отключили от интернета. Те люди, которые прорвались сейчас в этот прямой эфир, вы просто виртуозные какие-то хакеры, которые могут преодолеть этот дурацкий заслон и заходите в эфир. Вам просто тоже надо поставить памятник. Поэтому, друзья, в любом случае мы сила та, которая действительно может менять страну. Мы это продемонстрировали и не один раз. И сегодня мы пожинаем первые плоды. Поэтому я вас всех ещё раз поздравляю с этим событием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова По поводу акции 27-го числа мы по-прежнему готовимся с памперсами, по-прежнему выбираем куда мы можем пойти. Мы чуть позже дадим адреса всех отделений Нуратана обязательно для того, чтобы в каждом регионе в отделении Нуратана можно было сделать вот этот вот месседж, оставить им этот памперс и показать, что несменяемая власть нас замучила. И вы вот себе представляете, да, вот представьте, как тяжело им сейчас готовиться к тому, что они задумали. А ведь они задумали выборы, они задумали опять ухватить кусок власти, украсть у нас и сделать это опять своими мошенническими способами, что-то там написать в Конституции, что-то там предпринять еще. То есть 27 числа Назарбаев вынужден будет выдвигать свою дочку в кандидаты президента. Они будут проводить этот съезд и они должны будут на съезде этот вопрос решать. И вот представьте, как им это трудно, когда страна так кипит, когда в стране такое творится, когда каждые выходные администрации всех наших региональных городов и поселков вынуждены встречаться с народом. Это им будет просто невероятно трудно сделать. И сейчас в Акарде действительно все очень сложно, потому что когда такие массовые волнения происходят, это невероятно сложно удержать. Они сейчас пытаются сбить этот накал градус обещаниями всевозможными, набрасываются на нас с этими армиями ботов, дезинформация. Вы посмотрите, как сегодня СМИ поголовно, буквально поголовно все СМИ опубликовали немедленно информацию про судью. Это что, новость какого-то мирового масштаба? Кто такой судья из Актау? Кинжалиев вот в другое бы время был бы, почему про него пишут, словно Назарбаев там где-то вырастил редкий цветок, блин, и все СМИ должны с каждого утюга писать об этом. Почему про нашего судью написали все СМИ немедленно и в одно время опубликовали? Ещё сейчас во всех телевизорах про него говорят, я больше чем уверена, потому что это заказ режима, потому что режиму сейчас очень сильно надо очернить его, очень сильно надо всех угомонить, успокоить и сказать, что этот судья обычный вор, и они будут такими методами действовать постоянно. именно поэтому мы так твёрдо говорим о том, что произошёл перелом. Перелом произошёл немного раньше, мы говорили об этом, что он произошёл раньше, но просто сейчас мы начали видеть результаты этого перелома. Если мы в декабре говорили, что произошёл перелом и что люди как-то по-другому теперь стали себя вести, как-то по-другому стали реагировать на проблемы в стране и так далее, то сейчас это стало совершенно очевидно. Везде и всюду какие-то идут волнения, везде и всюду люди сопротивляются, потому что уже невозможно допускать такие вещи со стороны режима, потому что вот этот безусловный произвол режима перешёл черту. Дети погибать стали, погибать стали беспомощные люди. Вот этот режим перешёл ту черту, которую народ ещё мог терпеть. Сейчас уже не может. Поэтому я и думаю, что наше время пришло, я в этом убеждена, пришло наше время, и наша задача наращивать эту скорость, наращивать это давление, наращивать эту силу, наращивать наших сторонников, чем больше, тем лучше. и наращиваться. Продолжение следует... Я это говорю с полной уверенностью по одной причине. Я вижу, что происходит в женских протестах. Каждый день рождаются какие-то новые лидеры. Среди этих мамочек появляются новые лидеры. Такой силой женские сейчас идут волнения, такой силой идут эти протесты внутри. Такого раньше не было. И каждый раз мы будем видеть какого-то нового человека, как вот Кунсулу, которая появилась на прошлой неделе. И не только Кунсулу, мы знаем, что их много. И каждый раз будут выходить в эфир какие-то новые лица и возмущаться, говорить Назарбаеву в лицо, что за него не голосовали, что ему пора на покой, что ему нужно получить свой памперс и уйти. Поэтому я считаю, что сейчас самое время нам с вами топить. Самое время наращивать этот потенциал. Но это мы можем сделать только личным примером. Выходите в эфиры, пишите посты, проводите пикеты. Вашему примеру последуют. Вы увидите, сколько будет сторонников. Наш мальчик, который запустил челлендж, попал под преследование. Да, его сегодня преследуют. Но он это сделал, и сотни людей в этом поучаствовали. Разве это не здорово? Эти сотни стали примером для тысяч. Поэтому важно кому-то быть первым. Помните, мы в самом начале пути всё учились, мы всё пытались понять, как нам двигаться. И Мухтар Аблязов тогда говорил, что кто-то должен быть первым. Кто-то должен первый в толпе выкрикнуть «Мы за бесплатное образование». Кто-то должен первый в толпе выкрикнуть «Свободу политзаключённых». Помните, они у нас были. Если 10 мая у нас были массовые митинги, то потом нам было очень сложно, когда мы проводили митинги за бесплатное образование. Так никто и не смог первым крикнуть за бесплатное образование. Так никто и не осмелился вытащить ни одного плаката. А теперь посмотрите, у нас появились первые. Везде первый. Мальчик, который первый провёл челлендж. Айгуль Акберды, которая первая в суде сказала «Да, чёрт побери, мне нравятся программы ДВК». Судья, который первый сказал «Освободить Айгуль Акберды». Эти первые будут появляться каждый день. И мы день за днём переломим этот режим, и мы всё-таки доверёмся до своей цели. Я больше чем уверена, это всё произойдёт быстро, стремительно. Мы даже не заметим, как это произошло, это произойдёт в этом году. Я желаю нам всем успеха, и я хочу попрощаться с вами на этой замечательной фразе.